Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Здоровый подход и демографическая безопасность. В Бобруске прошло выездное заседание Межведомственного совета при совмине. Чтобы мы все вместе сделали нашу жизнь комфортнее. На что может рассчитывать каждый сотрудник. Их нужно знать в лицо. Участковые. В Беларуси отмечается день образования службы участковых инспекторов. Люди, понятное дело, разные. К каждому относишься индивидуально. Кто стоит на передовой борьбы с преступностью. Мечта наяву. В стране реализуется социальный проект «Футбол в каждое сердце». Чтобы дети понимали, что надо пройти через трудности. Как преодолеть себя. А также отечественный IT-продукт, платные дороги и новое испытание. В белорусских вузах впервые пройдут многопрофильные олимпиады по шести предметам. Какая награда ждет победителя? Парк высоких технологий должен приносить стране пользу. В этом убежден Александр Лукашенко. Во Дворце независимости говорили о дальнейшем функционировании ПВТ. Создание IT-отрасли стало в Беларуси по сути государственным заказом. Именно благодаря поддержке власти сфера высоких технологий показала взрывной рост. Другой вопрос. Чем IT-шники отплатили за всестороннее содействие и возможность зарабатывать гораздо больше, чем в среднем по республике? У нас существует наблюдательный совет, так, в парке высоких технологий. Как он работает? Насколько мы контролируем ситуацию ПВТ? Как дальше будем работать? Вы же понимаете, что я, как человек, отвечающий за безопасность нашего государства и стабильность функционирования нашего общества, не могу допустить, чтобы у нас еще раз пошла волна от IT-шников, ИП-шников и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, что, я это не скрываю, благодаря президенту появились такие отрасли в нашей экономике и в нашем обществе. Поэтому я за это и несу ответственность. Мы не должны видеть только положительные. Мы должны видеть и недостатки для того, чтобы вовремя реагировать. Доходы от экспорта услуг парка сопоставимы с прибылью от продажи калийных удобрений. За 9 месяцев этого года уже приблизились к 2 миллиардам долларов. Это серьезный вклад. Новые резиденты и рынки – свои IT-продукты. Глава государства отметил, благодаря ПВТ удалось подтолкнуть и сферу образования в плане подготовки высококвалифицированных IT-специалистов. Высокие стандарты. В городе прошло выездное заседание Межведомственного совета при Совмине. Ключевая тема – формирование у населения здорового образа жизни. Условия труда, отдыха, проживания и питания обсудили на Бобруйско-Громаше и Красном пищевике. С подробностями Ольга Васенда. На Бобруйско-Громаше Межведомственный совет при Совмине. Во главе – заместитель премьер-министра Беларуси. Игоря Петришенко интересует, как у рабочих формируют здоровые привычки. Сотрудники перед каждой сменой проходят медицинский осмотр. 72% делают выбор в пользу бустерной вакцинации. Гостям рассказывают и показывают, в каких условиях трудятся люди. Предусмотрено здесь все – от душевых до столовой. Есть и своя команда по мини-футболу. Машина для внесения твердых органических удобрений. Но это самая массовая. В этом году пользуется вообще хорошим спросом. Поэтому, надеюсь, займет достойное место. Хорошо. Заместитель премьер-министра резюмирует. Бобруйск – хороший пример, как должна развиваться инфраструктура и в других населенных пунктах. Например, средняя зарплата на красном пищевике – 1500. Текучесть кадров – минимальная. Каждый десятый посещает спортзал и бассейн по абонементу. Только за 10 месяцев на это было потрачено более 20 тысяч рублей. У нас практически весь персонал входит в профсоюзный комитет. И для членов профсоюза организованы и выездные экскурсии, и поездки в санаторий для коллективов, для их детей. Более 150 детей ежегодно отправляются по профсоюзным путевкам в детские лагеря. На кондитерской фабрике не только создают достойные условия труда и отдыха, но и полезный продукт. В линейку «Нанофит» входит ванильный зефир, который делается без добавления сахара. В составе 30% яблочного пюре и пектин. Добавка выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды и другие вредные вещества. Важно то, что в рамках нашей комиссии мы тоже будем рассматривать вопросы дополнительных мер, координирующих аспектов, связанных с борьбой с пьянством, алкоголизмом, наркозависимостью. Это тоже в поле зрения наших структур, которые созданы и в регионах, и в городах, и в поселках, для того, чтобы мы все вместе сделали нашу жизнь комфортнее, а нацию еще более здоровой, крепкой, которая развивала бы и укрепляла мощь нашей страны. Еще в 2019-м в рамках госпрограммы «Здоровье и демографическая безопасность страны» по поручению главы государства стартовал новый проект «Здоровые города и поселки». Сегодня в нем 195 населенных пунктов. Только за последние полугодия список пополнил 41 участник. Ключевая задача – создать комфортную среду как для работы, так и для творчества. Вопрос ценообразования, хранилище газа и система проезда. В республике с января изменится правило движения по платным дорогам. Кого коснется нововведение? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси снижается количество обращений по вопросам ценообразования. С момента принятия постановления Совмина поступило более 7 тысяч заявлений. Тем временем, март продолжает масштабную разъяснительную работу, в том числе на выездных семинарах и онлайн. Публикуют ответы на вопросы в официальном телеграм-канале. В республике с января изменится правило проезда по платным дорогам. Новшество затронут автомобили массой до 3,5 тонн, которые не зарегистрированы в Беларуси или других странах ЕАЭС. Для этого на сайте Белтол надо купить электронную виньетку на конкретный транспорт, а дальше система работает автоматически. Все газовые хранилища Беларуси заполнены на 100%, а контракты на поставку обеспечиваются бесперебойно. Вопрос о подсутствии или дефиците во время отопительного сезона не стоит. Страна провела большую работу по газификации городов, производств и всего, что находится на нашей территории, в том числе наладила систему для удаленного контроля подачи. БелжиД с 11 декабря вводит новый график движения поездов. При формировании плана курсирования в рамках союзного государства учитывались потребности граждан обеих стран в дневное и ночное время. Так, в прямом сообщении, пусть от состава в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу, Мурманск и Калининград. В 14 вузах Беларуси впервые пройдут многопрофильные олимпиады по 6 предметам. Победителей зачислят в ряды студентов без экзаменов. Регистрация уже стартовала, каждое учебное заведение установило свой график. Ознакомиться с ним абитуриенты могут на сайтах университетов. Список определен постановлением Минобразования. Взаимная поддержка. Бобруйская Белая Русь отмечает свое 15-летие. Решение о создании городской организации было принято на учредительной конференции в 2008-м. До этого существовали лишь территориальные в Ленинском и Первомайском районах. Объединение изначально нацелено на поддержку политического курса президента. Идейная платформа основывается на идеологии белорусского государства и существующей модели общественного развития. Для того, чтобы наши граждане чувствовали заботу, есть такие акции, как «Беларусь детям», «Поможем ветеранам». Для молодого поколения существуют проекты на присвоение и получение грантов. Целью общественного объединения «Беларусь» является построение сильной, независимой и свободной страны. Существуют также партнерские республиканские акции за безопасность дорожного движения в школу с «Белой Русью». Среди самых крупных проектов – «Школа активного гражданина», «Край, в котором я живу» и «Лига дебатов». В общественной организации «Бобруйска» состоит порядка пяти тысяч человек. 99 лет они стоят на страже безопасности. Их боятся и уважают. 17 ноября – день образования службы участковых инспекторов милиции. В «Бобруйске» больше пятидесяти человек ежедневно трудятся в отделе охраны правопорядка и профилактики. О том, как исполняются мечты, Кристина Рианц. Участковый. Лейтенант Павел Савич в профессии сравнительно недавно. Три месяца как осваивается на новом месте. На первом месте работы. С подросткового возраста молодой человек был уверен – он станет участковым инспектором. Мотивация пойти на службу в милицию появилась еще в 10-м классе, когда в школу пришли сотрудники института МВД. За три месяца не успел пожалеть? Нет. Прежде всего, это общение с людьми. Узнаешь, какой контингент на территории проживает. Люди, понятное дело, разные. К каждому относишься индивидуально. И каждый день так проходит, что нет ничего одинакового. То есть нет такого, как в офисе. Я там посидел, у меня все однообразное. Нет, каждый день какая-то новая ситуация. Пример отца не мог не повлиять на выбор будущей профессии. Такого волевого, строгого и серьезного мужчины. Авторитет в глазах мальчика. Не иначе. Юрий Савич в правоохранительных органах давно. Семь лет отработал в должности участкового. Затем перешел в уголовно-исполнительную инспекцию. К решению сына отнесся с настороженностью. Работа непростая, ответственная. И на опорный ко мне он приходил. И так, уже когда я учился, потом тоже. Говорит, а можно я с тобой посмотрю? То есть было и такое. Перед поступлением я его привел на работу. Говорю, вот посмотри, пожалуйста, с чем тебе придется в дальнейшем работать. Что это вообще такое? Как? Все равно после этого человек говорит, я хочу. С уверенным взглядом в будущее Павел Савич поступил в Могилевский институт МВД. После учебы попал на практику в отдел ГАИ. Но, несмотря на предложение остаться в госавтоинспекции, решительно пошел по своему пути. И вот спустя много лет мечта стала реальностью. И к работе приступил Павел Юрьевич, участковый инспектор опорного пункта номер 12. Веренная территория не маленькая. С лицами, которые постоянно попадают под взор правоохранителей, молодой человек уже познакомился. Злачные места выучил, дебоширов на карандаш поставил. Правда, почет и уважение еще предстоит заслужить. Хороший сотрудник, подготовленный, знает работу свою, знает, куда идти, знает, что делать. Ну, конечно, не без помощи коллег. То есть все ему помогаем. Контингент, с которым приходится работать, разный. Здесь и простое население, люди с криминальным прошлым, и те, кто ведет социальный образ жизни. Каждому свой подход, но никакие сложности не пугают молодого лейтенанта. В глазах задор, решительность и отвага. Конечно, он доволен, но в силу, вот смотрю, когда он в компьютере там набирает что-то, вижу, что он ответственный, старается быть, ну, каким, самостоятельным, принимать уже решения. Всегда спешит. У него появилась девушка, и он пытается два вот этих вида, да, и работы, и внимания своей девушке уделить. Других вариантов работы, кроме милиции, молодой человек не рассматривает. Видит себя исключительно правоохранителем. В будущем лейтенант Павел Савич видит себя мужем, отцом и, как минимум, магистром. Есть ли какие-то планы в сторону женитьбы, семьи и создания? Ну, да, конечно, они, несомненно, есть, но пока что, прежде всего, надо встать на ноги на работе, вот, уже хотя бы жить как-то самостоятельно более-менее, то есть, как бы понять, что, как это, потому что, ну, грубо говоря, сейчас сложно, а так, да, планы есть. До сегодня можно сказать, что такая юношеская мечта сбылась? Да, без каких-либо сомнений скажу, что да. Пока что получаю всего то, что вот ожидал, все, что вот как-то ждал в институте, эти все ощущения, впечатления, так что без каких-либо сомнений скажу, что да. Несмотря на трудности, сложности, работа нравится? Да. Прежде всего, понятное дело, там где-то может быть выходной, могут сказать, там ехать туда-то, делать то-то, но, опять же, мне очень нравится опыт, который получаешь под все эти работы. Служба участковых на передовой борьбы с преступностью и правонарушениями. Благородная миссия инспектора – оберегать права граждан, всегда быть в курсе событий, которые происходят на вверенной территории, а самое главное – оставаться профессионалом своего дела. Кристина Рианц, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Футбол в каждое сердце. В стране реализуется социальный проект. Координатор движения – Белорусская федерация футбола. Сотрудники ассоциации с начала года посетили уже больше 50 учебных заведений, в том числе и Бобруйскую школу-интернат для детей с нарушениями слуха. Рассказал свою историю успеха Анатолий Усенко. Заслуженный тренер нашей страны поделился особенностями работы со слабослышащими. Важная тема, которую мы всегда раскрываем при этих встречах, чтобы дети понимали, что надо пройти через трудности. У них сегодня такие заболевания, что они должны преодолеть себя. Если они не преодолеют себя, будет очень трудно в жизни. Гости подарили детям спортивный инвентарь. После состоялся товарищеский матч между учениками и игроками футбольного клуба «Белшина». Как и положено, победила дружба. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok